Пассаж Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим небольшой пассаж из моей композиции. Композицию можете посмотреть в этом окне. Пассаж, который начинается ближе к концу, используется легатной техникой, плюс тэппинг. Здесь мы с вами будем обыграть равновесие и мажор. И для этого будем использовать поначалу трель. Значит, что мы для этого с вами сделаем? Возьмем 12 лад сначала, как будто бы как начинающее звено, и отсюда будем играть. Здесь удар у нас идет, свиповый удар по двум струнам, по второй струне и по первой струне. Первая струна у нас на 11 ладу, и с 11 ладом мы с вами делаем трель. Чтобы сделать качественный трель, вам нужно достаточно хорошо потренироваться, чтобы она у вас звучала тарадарадарадарадара, чтобы не было такого. И обращаю ваше внимание на то, что самое важное, когда вы играете трель, не важно даже, если это или какие-то другие трель, То самое важное, это в процессе игры делать качественный пул Потому что некоторые ребята играют вот так Например, начинают играть, ну скажем, возьмем, к примеру, третью струну седьмого лада Седьмой и девятый лад будем играть И пальцы просто поднимают То есть они делают Пальчик не просто сдергивает струну А поднимают кверху Обратите внимание, когда вы будете делать такой прием То обязательно пальцем сдергивайте Как будто вы делаете подцеп дополнительно То есть это даст такой достаточно плотный звук Что я сыграю вот так Смотрите, два способа будет Первый способ, как не нужно играть Тоже быстро, тоже те же самые ноты, но нет плотности Как вот, например, во втором случае Здесь именно тара-тара То есть каждая нотка слышна Каждая нотка именно такой дает объемный, такой четкий звук Значит, это мы с вами сыграли, научились делать В этот момент, когда вы делаете трейд, правая рука у вас Вот этот пальчик, эта линия у нас заглушает другие струны Потому что если мы с вами этого делать не будем, то получится вот что То есть помимо того, как мы делаем вот этот вот трейд, у нас вокруг вот этот фон идет от других не зажатых струн Поэтому что мы с вами можем сделать? Два способа есть Первый способ это, я уже сказал, сжимаем вот этим пальцем, прижимаем струны А второй способ, когда дальше будем продолжать играть Сейчас я покажу Значит, сначала мы здесь сыграли И медленно двигаем правую руку сюда Вот мы ее подвинули И локоть начинаем наклонять и притрагиваться уже вот этим местом, локтем уже к другим струнам Потому что если вы этого не сделаете, то в процессе игры, когда вы будете делать тэппинг У вас обязательно попробуйте постучать по гитаре Сразу же идет вот этот вот фон Поэтому если этого не делать, то фон вам обеспечен Вот, поэтому в этом случае такие пассажи не играются в пиджаках Однажды я играл уже в пиджаке И когда делал этот пассаж То зацепил за машинку У меня еще была другая гитара, Yamaha 821D И зацепил за машинку и рукой просто не достал сюда То есть было очень так неприятно Значит, мы с вами сделали трель Медленно руку сюда подбили И потом убрали руку на седьмой-девятый лад Здесь мы с вами будем делать тэппинг В этот момент у нас уже рука с вами здесь держит ненужные нам струны И здесь мы делаем такой прием Значит, здесь у нас рабочие лады будут Одиннадцатый будет лад, мизинец играть На левой руке будет рабочие лады Седьмой-девятый-одиннадцатый лад Сначала, когда мы будем делать с вами тэппинг Мы будем два раза делать тэппинг Двенадцать-двенадцать Значит, и получается у нас двенадцать-двенадцать тэппинг В этот момент мизинчик лежит на одиннадцатом ладу И затем делаем, переходим пулом в седьмой лад Получается Обратите внимание на то, что когда подобные фразы вы играете То первый палец у вас, конечная нота Он обязательно притрагивается к соседней ноте То ли это там вторая струна, или третья, или еще какая-то Ну, кроме шестой, потому что шестую струну не трогать Шестую струну уже, наоборот, мы играем другим местом То есть у нас, получается, палец не в верхнюю струну сжимает, а в нижнюю пятую струну Точно так же, как, например, если бы мы играли третью струну, то мы будем зажимать третью струну Плюс фаланга пальца дотрагивается до четвертой струны и до второй Что это дает? Это дает достаточно... Четвертая струна у нас не дает звук И вторая струна у нас заглушена Если мы можем... То есть дает именно такой плотный и чистый звук Так, значит, дальше мы с вами играем Вот этот вот ход проиграли целый так Будем отсчитывать от второго пальца, когда мы с вами приходим в двенадцатый лад и делаем тэппинг Это у нас как будто раз То есть раз, два, три, четыре Затем то же самое делаем То есть в левом руке остается то же самое, меняется только тэппинг То есть меняется тэппинг на четырнадцатый лад Затем дальше у нас меняется Значит, поменяли левую руку Рабочие лады у нас получается девять, одиннадцать, двенадцать А тэппинг — шестнадцатый лад Вот, и затем дальше мы с вами делаем небольшой пассаж Который будем впоследствии играть на разных струнах Значит, это пассаж, это пассаж И все То есть получается раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Пульсация идет у нас шестнадцатым Значит, здесь мы играем с вами, начинаем четырнадцать, тринадцать Четырнадцать, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать Потом делаем тэппинг На девятнадцатом ладу И сдергиваем На второй струне абсолютно такой же пассаж по типу Только другие лады Здесь у нас получается левая рука рабочей лады Девять, десять, двенадцать Пассаж начинается двенадцать, девять, десять, двенадцать Потом идет тэппинг На семнадцатый лад Затем дальше Третья струна у нас получается Рабочей лады восемь, девять, одиннадцать И тэппинг на шестнадцатом Получается, если по ладам, то третья струна Одиннадцать, восемь, девять, одиннадцать Тэппинг на шестнадцатом Потом идут пулы Одиннадцать, девять, восемь И последняя струна у нас идет левая рука рабочей лады Шесть, семь, девять Тэппинг на четырнадцатом И получается, девять, лады будем играть Девять, шесть, семь, девять, четырнадцать Девять, семь, шесть И скачок в двенадцатый лад Желаю вам успехов И повторить этот пассаж На основе него, может быть, открыть для себя что-то новое Какие-то приемы освоить Как правильно заглушить струну Чтобы она не давала лишнего звука и фона Пока